На Бородинском поле всегда память о всех солдатах, двух воин, их память звучит молитва. Что такое для нас Бородинское поле? В далеком 41-м году московский метрострой в составе более полутора тысяч человек пришел сюда. По зову сердца и по приказу Наркома обороны Советского Союза приступили к сооружению укрепительных фортификационных сооружений для того, чтобы задержать врага, который напал на нашу Родину. И сегодня в честь этого в далеком 71-м году открыли мемориальный комплекс Василия Полежаев, Татьяна Федорова. Такие знаменитые первые метростроители, которые когда-то закладывали основу московского метростроя. Сегодня мы его отреконструировали, этот мемориал. И вот сегодня, в этот день памяти и скорби, когда началась Великой Отечественная война, сегодня открыли этот мемориал. Поэтому надеюсь абсолютно точно, что мы каждый год будем приезжать сюда и отдавать дань потомкам, которые здесь многие погибли, кто-то погиб на полях нашей Родины. И так вообще у нас далекая и славная история тех людей, которые являются победителями. Сколько всего метростроицы встроили эти доты, бронесные сооружения? Ну, более полутора тысяч человек, по всяким разным историческим справкам, там до 20-30 человек погибло, когда это сооружали. Ну, а впоследствии вы сами знаете, что происходило. Восстановили сами это. Ну, у нас были средства, у нас была техника, у нас была помощь генерального директора Жукова Сергея Анатольевича и его заместителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова